Им обещали заоблачный доход, а загоняли в долговую яму. Тысячи москвичей потеряли свои деньги, доверив их офшорным брокерским компаниям. Лже-предприниматели, а скорее даже обычные шулера, предлагали клиентам сыграть на рынке Форекс. На деле, завлекая в финансовую пирамиду. Какую науку усвоили разорившиеся слушатели биржевого университета, и чем игра на бирже отличается от игры в казино, разбирался Максим Апарин. Они говорят заученными фразами, и поставленный текст у них есть. Виталий Дубровский говорит о сотрудниках компании Биржевой университет. С их помощью он надеялся стать трейдером и торговать на рынке Форекс. На бесплатном семинаре обещали научить всем тонкостям этого бизнеса и сулили неслыханный заработок. В общей сложности он перевел на счета компании 50 тысяч долларов. Несколько раз даже удалось выиграть, но получить назад деньги уже не вышло. Оказалось, что клиенты никаких сделок на бирже не совершали, а делали это лишь на сервере компании, имитировавшем торги. Программа отслеживает, как вы торгуете каждого клиента. И как только она увидит у вас положительную динамику, постоянную, небольшую, неважно какую, загорается условно красный сигнал и подключается непосредственно человек, который начинает изучать, как вы торгуете. Офис биржевого университета на Ильинке в двух шагах от Кремля. Компания сменила название, но продолжает привлекать доверчивых инвесторов. На очередном бесплатном семинаре в течение двух часов молодой человек в галстуке подробно рассказывает о том, как приумножить свой капитал при помощи биржевых торгов. Актив подешевел до 90 долларов. Мы его скупаем обратно на бирже, отдаем актив брокеру. Затем молодой человек предлагает приобрести специальную программу робота за каких-то 200 тысяч рублей, которая якобы без вашего участия будет проводить все ваши сделки на бирже. А так сотрудники лаборатории отреагировали на появление на семинаре нашей съемочной группы и Виталия Дубровского. На несколько минут он занял место спикера и рассказал будущим клиентам о реальных схемах компании. Они тупо не отдают деньги. Говорят кучу разных причин, все красиво, но когда вы попросите вернуть свои деньги, вам скажут, что нет. Вы нам деньги давали? Вы мне деньги давали? А кому? А где Геневский? Вам не стыдно работать в такой компании, которая обманывает людей? Почему мне должно быть стыдно? Пострадавших сотни. Главные жертвы мошенников – пенсионеры, малоразбирающиеся в экономике, а зачастую не имеющие даже навыка работы на компьютере. Людмила Борисовна сама перевела на счет мошенников 60 тысяч долларов. Я была в панике. Я говорю, нет, давайте что-то делайте и возвращайте мне всю сумму. Людмила Борисовна в конце августа тысячи процентов мы вам все возвращаем. В офис компании женщина идет тоже в сопровождении нашей съемочной группы. Дерите деньги. Объясните, пожалуйста. Мы объясняли уже сто раз на самом деле. Так, 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 так. Вы что делаете-то? Вы что делаете-то? Люди, которые называют себя сотрудниками компании СТ Форекс, помахав кулаками, поспешили скрыться. Эксперты сравнивают такой бизнес с финансовой пирамидой. Обращаясь к таким кухням, к участникам рынка, которые не выходят даже на глобальный рынок Форекс, вы отдаете деньги, ну, фактически мошенникам, и самая главная проблема их будет потом забрать. Если вы там по каким-то причинам даже сумели заработать, вы должны понимать, что если контора может себе сейчас позволить отдать вам эти деньги, то она отдает из той суммы, которая нам привлекла у всех остальных. Иногда это напоминает карточную игру. Новичкам дадут выиграть и даже обналичить первую сумму. Это, по сути дела, казино. А мы все с вами знаем, что казино в проигрыше не бывает никогда. Это закон жанра. Поэтому в таких компаниях практически гарантирована потеря. Большинство пострадавших со своими деньгами распрощалось навсегда. Несмотря на возбужденное уголовное дело в отношении биржевого университета, вернуть средства удастся вряд ли. Все счета фирмы находятся в офшорах. Я сейчас прекрасно понимаю, что, скорее всего, деньги никак не выведутся. Если они выведутся, я, честно говоря, готов на благотворительность все отдать. Потому что я понимаю. Но я уверен, что это мошенники. Уголовных дел единицы. К большинству компаний по закону претензий нет. Они предпочитают не подставляться и формально выводят деньги на рынок. Только вот выигрыш общий, а потери только клиента. Максим Апарин, Артемий Ченков, Александр Травкин, Петр Белиникин и Александр Косенков. Неделя в городе.